Я приветствую всех, кто к нам присоединился через канал ТБН. Слава Господу за каждого из вас и слава Богу за это драгоценное время, когда мы вместе можем посмотреть на нашего Бога. Это то, к чему я призываю вас сегодня этим утром воскресным. Давайте посмотрим на Бога, на такого, какой Он есть на самом деле. Я не знаю, на что вы смотрите сейчас. Вы можете смотреть, конечно, в экран вашего телевизора, вы можете видеть меня, можете видеть всю обстановку, но мысленно находиться где-то в другом месте. Я хочу предложить вам, давайте сфокусируем свое внимание сегодня на Боге. Бога никто никогда не видел, но при всем при этом апостол Иоанн удостоился этой великой чести что-то видеть больше, чем это было до него, и через то, что он видел, он открывает нам больше, чем мы могли бы видеть без этого. Иисус Христос, воскресший из мертвых, он приглашает его, Иоанна, который живет еще на этой земле, жил тогда, он приглашает его войти в открытую дверь, и Иоанн входит туда и видит сидящего на престоле. Я предлагаю, чтобы мы вместе с Иоанном сегодня взглянули на этого Бога, на этого сидящего на престоле, и увидели больше, и поняли больше, чем мы понимали до сих пор. Потому что я глубоко убежден, это мечта Бога, чтобы ты и я знали Его намного больше, чем знаем сегодня. Давайте я прочитаю то, как это увидел Иоанн. Книга Откровения, 4 глава, 2 и 3 стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен...» Я думаю, что он не мог в полноте описать то, что видит. И он говорит, «видом был подобен камню Яспису». Сейчас на ваших экранах вы увидите то, как выглядит камень Яспис, или Сардис, или Смарагд. Сегодня Смарагд – это изумруд, мы называем. Раньше называли этот камень Смарагдом. И вы сейчас, скорее всего, видите на ваших экранах, чему уподобил, какому свету или цвету уподобил Иоанн то, что он видел, Бога, сидящего на престоле. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису, и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». Я думаю, теперь вы больше представляете, какие цвета видел Иоанн, и не знаю, как вам кажется, но я думаю, что это вид огня. Когда он смотрел и видел, как будто цвет Ясписа, или Сардиса, то, обратите внимание, это как будто цвет огня. Достаточно глубокий, сильный, насыщенный цвет. И Иоанн говорит, «Этому был подобен сидящий на престоле». Это цвет, который, по-моему, обозначает силу, мощь, готовность действовать в сию минуту, прямо сейчас, способность изменить абсолютно все. Это мощь, и при этом, это сила и мощь в окружении такого зеленого цвета, цвета милости, мира, покоя, умиротворения, где нет ничего неожиданного, но где все покрыто вот этой милостью и благодатью Божьей. И это очень удивительно. Кажется, слишком, слишком просто как-то радикально, слишком полярно. Вы знаете, что некоторые люди, достаточно много таких людей есть, которые не могут совместить Бога, которого они видят в Ветхом Завете, и Бога, которого они видят в Новом Завете. Им кажется, что это просто не может быть одним и тем же Богом. В Ветхом Завете мы видим, как Бог призывает истребить целые народы с лица земли, и льются реки крови. Новый Завет, и вот Он Сам приходит на эту землю, но не для того, чтобы истребить всех с лица земли, а для того, чтобы самому пойти на крест и отдать свою жизнь за всех. И люди, которые пытаются по-человечески понять Бога, они не могут совместить, они говорят, это не может быть один и тот же Бог. Друзья, но именно таким Иоанн видит Бога, как огонь поедающий, и в то же время в окружении этой зеленой радуги. Она даже не разноцветная, какую мы привыкли видеть после дождика, но она зеленым цветом, она изумрудная, она полностью покрыта, как будто вся земля, которая покрыта зеленью. Кстати, именно такой выглядела земля в Эдемском саду. Я думаю, это все было выражением Бога. Не хочется уклубляться дальше в эту тему, но именно так видел апостол Иоанн, сидящего на престоле. Подобное видение видели евреи, которые приступили к горе. Написано, она пылала там, значит, трещала, вся там были молнии оттуда, громы какие-то. И вот этот народ подошел, и они видели, что-то видели. И в книге «Исход» 24 главе, в 16 стихе описано это. Послушайте. «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день возвал к Моисею Господь из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Подобная картина той, которую видит Иоанн. Огонь поедающий, но покрытый этим облаком. Кто знает, возможно, оно тоже было таким изумрудным и красивым. Итак, именно таким мы видим образ Божий. Он яркий, мощный, ревностный, беспристрастный. Он готовый действовать всю минуту. Он ненавидит грех. И в то же время он окружен зеленой радугой. Он полон цвета милосердия, спокойствия и мира. Дорогие друзья, я предлагаю вам посмотреть сегодня на этого Бога и увидеть больше, чем мы видели до этого. Я думаю, что нам помогут в этом некоторые высказывания, которые Бог уже сделал, некоторые реакции, которые мы можем видеть в Библии на разные ситуации, Божьи реакции. Давайте посмотрим. Книга пророка Осии. Шестая глава. С четвертого по шестой стих я для вас прочитаю. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, которая скоро исчезает. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжений». Ну, четвертый и пятый стих, я думаю, больше нам понятны, но, скорее всего, у многих возникает здесь вопрос. Господи, ты правда милости хочешь? У меня не состыковывается, когда я просто по-человечески смотрю. Он говорит, я поражаю, я наказываю, я убиваю, потому что я милости хочу. Господи, так помилуй. А зачем убиваешь и милости хочешь? Что-то не состыковывается. Давайте посмотрим повнимательнее. Я хочу представить вам одно удивительное еврейское слово «хесед». Оно имеет, знаете, два значения, и эти значения употребляются, соответственно, тому контексту, в которых оказываются. То есть значение слова еврейского «хесед». значит, оно означает преданность и верность. Оно означает верность, хесед, то есть верность. Либо оно означает милость, милосердие и доброту, но в результате верности и преданности. Я еще раз повторю. То есть оно означает верность, либо оно может означать доброту и милость, но не просто отдельно, сама по себе доброта и милость, А доброта и милость, которая является в результате верности, это слово, оно, знаете, используется часто в еврейском языке, чтобы показать правильные отношения между людьми и между людьми и Богом. И вот именно это слово используется в этом тексте, который я вам прочитал, два раза. Первый раз оно используется в четвертом стихе, то, что у нас переведено благочестие, и там это слово хесет. И второй раз в шестом стихе, там, где мы читаем, ибо я милости хочу, и там тоже это же слово хесет. Итак, теперь с большим пониманием, позвольте, я прочитаю вам этот же самый текст. Что сделаю тебе, Ефрем? Ну, я думаю, что можно, знаете, по-другому немножко сказать. Что еще делать с тобой, Ефрем? Что еще можно сделать с тобой, Иуда? Верность ваша, она как утренний туман, она как роса, которая быстро исчезает. Вроде вы верные, вроде вы клянетесь верности, а потом припекло солнышко, а потом какие-то сложности, и все, и опять полезли грехи, и опять вы начинаете поклоняться идолам каким-то. И опять ваша надежда не на Бога, который в этой же проблеме готов дать вам выход и милость свою, но надежда на что-то другое, на что-то временное, которое совсем не является Богом. Ваша верность, она как, Бог говорит, роса или как вот этот утренний туман, который вроде есть, солнышко припекло, уже нет его. Поэтому я поражал через пророков и бил словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я хочу выразить вам милость и любовь, когда вы будете верными до конца. Вот это более, наверное, корректный и правильный будет перевод. Я хочу выразить на вас милость, доброту свою, любовь, когда вы останетесь верными и преданными мне, потому что я этого хочу больше, чем ваших жертв. И Бога ведения, другими словами, чтобы вы знали меня, я хочу намного больше, чем всех ваших всесожжений. Удивительно то, что Бог говорит, открывая просто свое сердце. Он говорит, вы приносите жертвы, но какой смысл в этих жертвах, если вы не храните эти две ценности? Если вы не стремитесь, чтобы остаться верными мне во всякое время, и если вы в тех ситуациях, в которых оказываетесь, вы не ожидаете познать меня больше, если у вас нет этих двух ценностей, тогда в чем смысл жертвы? Тогда зачем вы их приносите? Разве мне нужны просто тельцы, валы в Ветхом Завете? Они приносили их в жертвы, значит, овечек приносили в жертвы. Но в чем смысл жертвы? Ведь смысл пролитой крови жертвы в том, чтобы дать новую возможность для человека, чтобы достигать этих целей. Ведь человек, который согрешил, он как останавливается в пути с Богом. Человек, который согрешил, оказался неверный. Написано, что наказание за грех смерть. Как Адам согрешил, однажды не послушавшись Бога, и все, он был издан из адамского сада. Невозможно грешить и оставаться в Эдемском саду. И Бог предусмотрел жертву, когда проливается кровь невинного животного. И эта кровь как бы покрывает человека с его грехами и дает ему возможность дальше устремляться за Богом, оставаться в отношениях с Ним, как будто он остался верный, и продолжать познавать Бога. Но если нет этих двух ценностей, то тогда и жертва, она смысла не имеет. Бог говорит, все овцы, козлы, они так-то все мои. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты покушать мне принес, чтобы ты жертву какую-то принес, чтобы ты денег каких-то мне принес, десятин приношений, извините, золото, серебро. Это же им все сотворено. Он говорит, я даю, кому хочу, а вы меня ничем не обогатите. Не в этом смысл жертвы, что-то дать, что-то Богу, чего у него нет. Смысл жертвы в другом совсем, чтобы ты получил оправдание, и чтобы у тебя появилась возможность, оставаясь перед Богом верным, познавать Его. Не об этом ли говорит послание к евреям? Мы знаем, что Иисус Христос пришел и принес себя как совершенную жертву. Пролил свою совершенную святую кровь, чтобы мы всегда могли оправдаться, чтобы не случилось в нашей жизни, как бы мы не упали. Чтобы мы могли посмотреть на эту жертву и быть покрытым этой кровью святой. И получить вновь, и вновь, и вновь возможность, чтобы познавать Его, настоящего Бога, и выглядеть перед Ним как верными, благодаря пролитой совершенной крови Иисуса Христа. Но если этих целей нет, если нет цели, чтобы быть преданным перед Богом, если нет цели, чтобы познавать Его, друзья мои, я скажу страшную вещь, но тогда жертва Иисуса Христа оказывается бесполезной. Я хочу прочитать вам послание к евреям, 10 глава, 26 и 27 стихи. Послушайте, автор этого послания именно об этом говорит. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Страшное слово. «Не остается больше жертвы за грехи». Как бы автор говорит, она тогда бесполезная для вас. Если у вас нет этих двух целей, если вы, оправдываясь кровью Иисуса Христа, не стремитесь дальше быть верными перед Ним во всякое время, если вы не стараетесь познать Его в каждой ситуации, то тогда эта жертва оказывается бесполезной. Итак, дорогие, нам надо всегда перед глазами иметь эти цели, чтобы нам не оказаться обманутыми, чтобы нам не уклониться куда-то в сторону и не оказаться просто в числе религиозных людей, которые делают какие-то обряды, приносят какие-то жертвы, какую-то религиозную деятельность, но при этом в глазах Божьих остаются неверными и совершенно его не знают. В этом же послании к евреям однажды автор сказал, обличая этот народ и говоря, «Судя по времени, вам надлежит быть учителями, я чего-то ожидаю от вас, но вас вновь приходится учить самым начаткам учения». И так Бог достигает цели в нас. Он делает это любыми возможными способами. Ради того, чтобы сделать нас верными, ради того, чтобы мы могли Его познавать, ради того, чтобы Он мог потом излить на нас Свою доброту и милость, видя нас верными, ради этого Он использует абсолютно все. И здесь то, что для нас кажется ценным так, то, что мы имеем на этой земле, в Его глазах – это пустота, если человек не имеет этих двух ценностей. Поэтому Он готов лишить человека абсолютно всего, что для него кажется важным и ценным, лишь бы он приобрел. Этот человек приобрел бы эти две ценности. Мне хочется, чтобы это так ясно стало для нас, потому что это даст нам понимание многим вещам, что в нашей жизни происходит. Иногда он трудится, он говорит, «Я уже не знаю, что делать с вами». Как этому Ефреему народу или Иуде, он говорит, «Я не знаю уже, что сделать с вами». Прочитайте эту книгу пророка из Осии, и там удивительная эта история, здесь не хватит, конечно, времени, чтобы все это показать, но там Бог выражает свое сердце. Он говорит, «Я так люблю вас, я так хочу излить на вас эту милость, я так хочу излить на вас эту доброту, но я не могу, когда вы остаетесь неверными, когда вы вообще не ищете меня, когда вы вообще не стараетесь меня познать, когда вы озабочены своими какими-то делами и чуть какая-то сложность, вы бежите к своим идолам. Я не могу в результате выразить свою любовь и свою милость. И от этого сердце Божье сжимается. Глядя на своих детей, от этого сердце Божье сжимается. И мы можем видеть это в книге Осии. Знаете, есть человеческое понимание, понимание милости. Это когда, ну, я так скажу, это когда надо было бы наказать, но отменяется наказание. И человек говорит, «О, помиловали!» Или говорит, «Ну что, ты не мог меня помиловать?» То есть, и что вы не могли помиловать меня? То есть, надо было бы наказать, но не наказали. И вот в этом милость. Но какой смысл в этой милости? Какой смысл? Что пользует человеку от того, что он лишился наказания, но остался неизмененным грешником, который идет в ад? Какая польза человеку от того, что это наказание отменено? Но есть Божье понимание милости. Вот этот хесет. Когда он хочет выразить свою любовь, он хочет закончить всякое наказание, но он наказывает, пока не увидит эти две ценности. Он спорит с человеком, он доказывает что-то, он хочет изменить что-то в жизни и трудится, усердно трудится с нашими сердцами, пока не достигнет этой цели. Потому что без этого ничего другое не имеет большого смысла. Об этом написано в книге «Притчи», третья глава. Послушайте, как пример, таких мест, конечно, намного больше. Третья глава, притча, 11 стих. «Наказание Господне, Сын Мой, не отвергай и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит». Вот две вещи, которые Бог делает. Он наказывает. Интересно, что вот это еврейское слово, которое здесь у нас приведено, как «наказывает», дословно, спорить, состязаться на суде. То есть Бог, кого любит, Он не оставляет в покое. Знаете, иногда мы читаем в Ветхом Завете, и там даже такие обороты речи, когда Бог говорит, «Вы говорите, мой путь неправ, это ваш путь неправ». Он говорит, «Вы говорите, несправедливо, что там в нашей жизни происходит, а Бог говорит, это вы несправедливые». А вы говорите, что «Бог, ты неправильно что-то делаешь». Нет, это вы что-то неправильно делаете. И Бог спорит, и Бог что-то доказывает. И Он хочет, чтобы мы приняли Его истину, а не со Своей остались». Иногда надо просто смириться перед Богом, сдаться перед Богом, сказать, «Бог, я отказываюсь от всех своих ропотов, осуждений. Я отказываюсь роптать и плакать, почему в моей жизни то произошло, другое произошло. Я хочу, правда, тебя знать. Сделай со мной, что ты хочешь, но помоги мне быть верным. Помоги мне познавать тебя, проходя через любую ситуацию». Мне на этой неделе кто-то задал вопрос, «Пастырь, а что у тебя с ногой так, а почему, значит, такие боли?» Знаете, ну, правда, больно было, серьезно. Вот, я даже таблетку выпивал, а она особо не помогала, потому что, ну, такая какая-то боль, сустав воспалился, и было очень больно. И у меня очень ясно есть ответ. Конечно, причины могут быть разные, почему Бог допускает определенные боли. Иногда Он допускает для того, чтобы нас натренировать и чтобы мы свергли эту боль. Иногда Он допускает какую-то болезнь, чтобы мы просто разобрались и противостали ей. А иногда Он хочет просто увидеть, что ты окажешься, останешься верным Ему во всякое время. А как Ему увидеть, что я буду верный во всякое время, если у этого всякого времени не будет, если Он не допустит в моей жизни это разнообразное время, пока я живу на этой земле. Поэтому я говорю, Господь, да, да. И знаете, начинаю получать от этого удовольствие, когда я понимаю, что Бог смотрит на меня сейчас, да, мне больно, да, мне трудно, но, Господи, я все еще хочу делать все, что Ты мне скажешь. Понравится мне это или нет? Мне будет казаться, что я смогу это сделать или нет? Я хочу это делать, потому что я Тебя люблю, потому что я доверяю Тебе, потому что я хочу познавать Тебя и остаться верным во всякой ситуации. Я думаю, что это может объяснить многие, многие события в нашей жизни. И в результате пойти с Богом настоящий путь, где вы будете знать Его. Не просто гадать, что произошло, почему произошло, зачем нам гадать? Не ясно ли Он показывает, что Он хочет достичь в нас? Так, может быть, вместе с Ним приложить усилия, чтобы эти ценности расцвели в нас, чтобы верность Ему не зависела от солнышка, которое восходит, не зависела от ветров и вод, которые налегают на наш дом, чтобы верность наша была крепкая, чтобы мы были укорены, укоренены в Нем и в Его любви, и в доверии Ему во всякое время, просто во всякое время, просто независимо, просто без всяких условий, во всякое время. Я думаю, что это очень важно, но хочу показать еще другую сторону. Вы знаете, точно так же, как важно Богу достичь в нас этих двух, эти две ценности, не менее важно для Него выразить свою любовь и доброту, когда эти ценности достигаются. Я хочу привести вам еще один пример. Книга пророка Исаии теперь, 47 глава, с 5 по 7 стих я для вас прочитаю. Бог обращается к халдеям, обращается к языческому народу, в плену которого оказался Израиль. И вот Бог обращается через пророка к этому языческому народу и говорит, «Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств». И дальше. «Я прогневался на народ мой, уничижил, то есть унизил наследие мое, предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкая ига твое, и ты говорила, «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после сего». И здесь, я думаю, тоже по-человечески парадокс. Подожди, Господи, не ты ли сказал, что ты прогневался на свой народ? Не ты ли сказал, что ты предал их теперь в руки? Ты унизил, ты предал их в руки мои? Сейчас я буду инструментом, значит, просто твоим. Кары, наказания, поэтому я унижаю этого старца, я заставляю их работать, я никого не щажу. Но Бог поднимается и говорит, «А я тебя накажу за это, а больше ты не будешь царствовать. И ты даже не думаешь, что будет после этого, а после этого все может поменяться местами. Ты можешь оказаться рабом, ты можешь оказаться в нужде». Почему, Господи? Потому что ты не понял сердца Бога. Иногда мы не можем понять сердца Бога. И смотрим по-человечески, и Он говорит, «Я унизил, я против, мне так не нравится, что происходит в жизни этого человека, я наказываю его». И человек подхватывает, говорит, «Да, да, сейчас я тоже выражу это наказание». А Бог, оказывается, смотрит по-другому совсем. Эти халдеи, они не понимали, что цель Божья не в том, чтобы загнобить свой народ. Цель Бога всегда была в том, чтобы выразить свою доброту и милость, и любовь к своему народу. Но Он не может это сделать, пока народ не смирится, пока Он все еще поклоняется идолам, и Он приводит в рабство Вавилон свой народ. Вы знаете, что после этого рабства, после Вавилонского плена, евреи никогда уже не поклонялись идолам. До сих пор. Никогда. Он достиг своей цели. Там, в Вавилоне, понимаете, Он смирил их. Они смирились. Если раньше они были привязаны к своему храму, к синагоге, и, казалось бы, все, больше этого мира просто никакого нет. А здесь они в плену. А надо поклоняться Богу. Они понимают, что в плену за свои грехи. И они начинают поклоняться, как есть, без икон, без всяких представлений, без всяких ритуалов. Они просто взывают к Богу. И Бог слышит это. Ему не нужны особые ритуалы. Ему не нужна красота какая-то вокруг. Ему нужно сердце, смиренное, сокрушенное. Где бы оно ни оказалось, там евреи оказались в страшном рабстве, в Вавилоне. И Бог, оказывается, хотел. Что когда они смирились, когда они хотели понимать Его, они стали задавать вопросы, что произошло, Господи, мы признаем, согрешили, прости нас, выведи нас отсюда. Бог ожидал, что теперь этот народ должен показать и явить милость Божью. Оказывается, он прогневался, так, конечно, они уже в смирении, они уже терпят такие лишения. Они оказались не на родине, они оказались в плену, они потеряли свой кровь, кто-то потерял своих родственников в этой войне, в этих проблемах. Они уже настолько смиренные. Сейчас время, чтобы выразить милость, и доброту, и любовь. Дорогие, как нам важно понимать, где для чего время. Это так важно понимать, где для чего время. И вот, что я хочу сказать. И считаю, что тоже это очень важно. Все, что Бог делает, и в первом случае, когда достигает цели, чтобы человек был изменен. Либо во втором случае, когда Он хочет теперь поднять из праха, когда Он хочет теперь вдохновить и поставить на ноги, и сказать, теперь у тебя все получится, в каком бы болоте ты ни оказался, если ты смирился, я вижу это сердце, я могу изменить все. Я могу отменить рак. Я могу исцелить твои ноги. Я могу поднять тебя с любой кровати. Я могу изменить абсолютно все. Я могу исцелить твою семью. Я могу сделать все, абсолютно все. Я Бог. Моя рука не сократилась, чтобы давать. Мое сердце все тоже совершенное любящее, плачащее по тебе, желающее, чтобы ты имел, имела эти две важные ценности, чтобы был верный и чтобы искал меня во всякой ситуации и познавал меня. Бог хочет использовать нас с вами, дорогие. Бог не делает это просто независимо от церкви. Сегодня он созидает церковь, которую врата ада не одолеют. Послушайте то, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. И там апостол говорит, из которого, то есть из Иисуса Христа, от Него начало, все тело, то есть мы с вами, церковь, составляемая и совокупляемая через всякие взаимоскрепляющие связи, которые Бог сегодня, я верю, делает, при действии в свою меру каждого, каждого, каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Понимаете? Бог, оказывается, дал вот эту возможность церкви, которая берет свое начало от Иисуса Христа, которая связана со Христом, созидать само себя. Это значит, Бог использует каждого из нас по отношению друг к другу, как в первом случае, так и во втором случае. И нам так важно не перепутать время по отношению к ближнему, что когда происходит. И бывает, знаете, надо видеть, что Бог достигает какую-то цель. Допустим, в вашем ребенке или в ближнем, или в брате, или в сестре. И Бог очищает от чего-то человека. Но не то время, чтобы оказывать милость, знаете, не то время, чтобы просто промолчать. Иногда мы промолчим, кажется, ну, я милующий. Да, Бог его сам исправит. Сколько я слышал таких фраз. Да, Бог сам разберется с ним. Это не милость. Это малодушие. Ну, ведь ему так трудно сейчас. Зачем мне говорить правду? Бог говорит, иди, скажи правду. Его болезнь, и у нее может быть причина. Я тебе показываю. Ты посмотри на жизнь человека. Ты посмотри, какие грехи человек делает. Ты посмотри. Я хочу изменить это. Я хочу выразить свою милость и доброту потом. Но сейчас время очистится. Ой, ему и так так тяжело, как я сейчас говорю. Да мы друзья вообще. Да мы подруги. А вдруг, значит, он обидится. Это не милосердие. Это человеческое малодушие. И если вам трудно, если вы оправдываете себя, то вы тогда не способны быть инструментом в Божьих руках, чтобы потом Бог мог благословить этого человека. Нам надо посмотреть правильно на своего ближнего. Нам надо посмотреть правильно на своих детей. Если вы их любите, на самом деле, Божьей любовью, если вы хотите, чтобы не просто ваша доброта выразилась в их жизни, а чтобы Божьи небеса открылись над ними, то тогда потрудитесь, чтобы воспитывать их. Потрудитесь, чтобы корректировать. Потрудитесь, чтобы поспорить, как Бог иногда написано спорит с тем, кого любит. Он спорит, он доказывает, он меняет, он внушает, он умоляет, но достигает цели. И вот человек смиряется. И вот через споры говорят, ой, вы такие законники тут, вы, значит, тут ковыряетесь в грехах. Мы не ковыряемся в грехах. Мы любим друг друга. Мы хотим помогать друг другу. Не написано ли в послании к евреям в 10-й этой же главе, что чем ближе вы видите приближение дня онова, тем будьте более внимательны друг к другу, не только к себе, друг к другу, потому что мы созидаем самих себя, мы созидаем себя в церкви. Мы сторожа друг другу. Мы, если любим друг друга, мы должны быть внимательны друг к другу. Об этом говорит автор послания к евреям. И увещеваете друг друга тем более, чем, видите, более приближение дня онова. Об этом очень ясно говорит Господь через апостола Павла, через других пророков. Поэтому давайте будем инструментами в руках Божьих в этой части. Но так же важно, и следующая часть мне нравится особенно больше, потому что Бог хочет использовать нас, чтобы когда цели достигнуты, и здесь надо видеть, надо быть внимательными. Когда цель достигается, когда человек смиряется, когда человек исправляет свой путь, он может только первые попытки к этому делать, ему может быть так трудно. И нам здесь надо увидеть глазами Божьими эту Божью работу и поднять его. Знаете, как Иисус написано? Он трости надломлены не переломит, ой, на курящегося, ой, еле-еле курится, еле там вера поднимается, еле какой-то росток из сухой земли поднимается. А Иисус огораживает его, охраняет, раздувает этот огонь веры, поднимает, говорит, у тебя получится, ты сможешь. И это тоже мы. И когда мы видим, что человек пытается подняться, пытается какие-то первые вопросы, это может быть в вопросах каких-то выражаться, а его попытки могут выражаться в простом слове, ну ладно, прости, а ты не знаешь, чего ему стоило сказать, и ты можешь услышать первое слово, ну ладно, зацепиться за это и сказать, ну это что, прощение что ли? А можешь в духе увидеть, там главное слово, все-таки, прости. Иисус говорит, если человек просит прощения, несметное количество раз, до семидесяти, знаете, это даже не в цифрах, речь там идет, а число семь, это число полноты, больше некуда в еврейском языке, в еврейской культуре. Поэтому, когда Иисус говорил своим ученикам, не до семи раз, Петр, прощать надо, а до семидесяти, то это полнота полноты, это больше некуда, ты не сможешь сосчитать, сколько раз тебе нужно прощать, тебе нужно жить в этом посвящении, в этом прощении, в этой любви Божьей. И это тоже мы с вами. Бог хочет корректировать нас через друг друга, через нас с вами. А потом Бог хочет поднять и излить любовь и доброту. И это тоже через нас с вами. Мне так хочется, чтобы мы сегодня это услышали. Однажды фарисеи слушали подобные вещи, смотрели на Иисуса, видели, как мытари, грешники, окружили Его, и они вместе там кушают. И они стали роптать. Че это он с грешниками, с мытарами тут кушают? А они не понимали, что Бог такую работу уже совершил с этими грешниками, с мытарами. И они уже в сокрушении, они приползли к Иисусу, они увидели в Нем последнюю надежду. Знаете, что Иисус им ответил? Он отправил их к пророку из Осии. И Он говорит, слушайте, идите, научитесь, что значит, милости хочу, они жертвы. Вы приносите так много жертв и в упор не видите самого главного. Он говорит, суд, милость, истину, веру оставили. Самое главное. А Иисус видел. Он пришел на эту землю, Он смотрел на этих людей. Он говорит, как овцы, не имеющие пастыря, рассеянные, вымученные. Он говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. Он говорит, обремененные, усталые. Он видел, насколько Его народ вымучился. Иисус это видел, и Он пришел для этого. Он говорит, приходи ко мне, приходи ко мне, со мной у тебя теперь все получится. Я твоя совершенная жертва. Не надо больше придумывать ничего. Не надо просто стараться выглядеть хорошим. Просто будь со мной теперь. Я иду, чтобы заплатить цену за все твои грехи. Я люблю тебя совершенным образом. Просто поверь мне, доверься. И я успокою тебя. Я успокою тебя. Все нуждающиеся, все обремененные. Аллилуйя. Дорогие, сейчас время, чтобы мы могли обратиться к Богу, чтобы мы попросили, чтобы Его Слово, оно просто пропитало нас, пропитало наши сердца, чтобы оно не осталось в наших головах, чтобы оно пошло дальше, чтобы оно потом выражалось через наши поступки, через наши глаза, через наши сердца, через наши уши, через то, как мы будем говорить друг с другом. Давайте не будем малодушными, но давайте и не тормозить, когда надо выразить доброту и любовь в жизнь ближнего. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Твою совершенную любовь. О, Бог, я благодарю Тебя. Ты так возлюбил нас. Ты так сильно возлюбил нас. Ты не оставил нас в наших грехах, Господи, но Ты пришел, чтобы взять наше наказание на себя, чтобы дать нам шанс. Это совершенный шанс. Это совершенная возможность всегда приходить к Тебе во всякое время, подняться из любого болота, из любого греха, подняться и прийти к Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за эту совершенную, новую, всегда новую возможность. Бог великий, я молюсь Тебе о каждом брате моем, о каждой сестре моей. Я прошу Тебя, Господь, соверши ту работу, которую Ты делаешь прямо сейчас. Я прошу Тебя, Бог, обличи, измени, дай силы назвать вещи Своими именами. Если Ты кого-то корректируешь сейчас, если Ты кого-то смиряешь, а оно не смиряется, если Ты, Господь, сокрушаешь, а оно не сокрушается, если Ты очищаешь, а оно не очищается, Бог, пусть будет высвобождена Твоя благодать, чтобы сердце открылось и чтобы сердце смирилось достаточно, чтобы Ты посмотрел и сказал, теперь я благословлю, теперь я наполню эту жизнь благословениями до избытка, теперь я открою, наконец-то, окна небесные. Я так долго этого хотел, я так сильно этого желал, наконец-то, теперь я исцелю, теперь явится моя сила созидающая, теперь благодать Божья наполнит во имя Иисуса. Аминь, Господь, пусть Твоя благодать сойдет на каждое сокрушенное и смиренное сердце. Бог, я знаю, для Тебя нет расстояния, я знаю, Твоя рука не сократилась, она от одного конца земли до другого может простираться, Господи, прикоснись к каждому, кто вопит сейчас перед Тобой, просты игру к каждому, кто молится Тебе, кто сокрушается, кто отрекается от грехов своих, Бог всемогущий, я благодарю Тебя, мы принимаем Твою благодать, мы принимаем Твою силу, Господь. И я молюсь Тебе, в какой бы ситуации человек ни оказался, подними, Господи. Там, где Ты видишь сокрушение, там, где Ты видишь смирение, Господи, Ты сердцеведец, Ты, Господь, оцениваешь, я прошу Тебя, подними, используй нас, чтобы поднять друг друга, используй нас, чтобы быть инструментами в Твоих руках, Бог, именно такими, какими Ты хочешь, чтобы мы были инструментами, мы доверяемся Тебе, мы доверяемся Тебе, Бог, мы принимаем Твою благодать, мы просим Тебя прости нас за каждый наш грех, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Отец, и молимся. Редактор субтитров А.Семкин